Культфьюжн О настоящем празднике рок-н-ролла расскажет прямо сейчас Светлана Шепет, арт-директор ККЗ «Панорама». Смотрим! Автор хитов советского времени, которые с успехом исполняли Алла Пугачева и Эдита Пьеха. Уже с детства Денис был окружен музыкой, и в юном возрасте он познакомился с таким редким для Советского Союза направлением, как госпел, церковные песни афроамериканцев США и с буги-вуги. Это и определило его дальнейшую жизнь и дальнейшее направление. Но и в юном же возрасте его ожидало разочарование. В школьном возрасте ему предоставилась возможность выступить на центральном телевидении, и он подготовил, конечно же, песню в любимом стиле рок-н-ролл. И, как мы с вами понимаем, его не пропустили. Каково же было расстройство и разочарование юного музыканта, однако он не сдался и сочинил несколько так называемых допустимых песен, которые с успехом исполнял на центральном телевидении. Но рок-н-ролл жил глубоко в сердце юного музыканта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно увлечение занимало его время – это спорт. Он серьезно занимался боевыми искусствами, и даже в какой-то период перед ним стоял выбор – либо спорт, либо музыка. Однако рок-н-ролл взял верх. Отец предупреждал юного сына, влюбленного в рок-н-ролл, что в советское время это направление безуспешно и бесперспективно, но время идет, и жизнь носит свои коррективы, и случается так, что западная музыка уже в нашей стране совершенно легальная. Денис поступает на эстрадное отделение училища имени Гнесиных в класс профессора Даниила Крамера, которое с успехом заканчивает. И тут начинается головокружительная карьера Дениса. Его приглашают единственного музыканта из России на престижнейшие фестивали рок-н-ролла. Он выступает на самых знаменитых концертных площадках России и мира. Он записывал и записывает множество альбомов. До недавнего времени Денис исполнял свои произведения только на английском языке, хотя в последнее время в его творчестве появляются произведения и на русском языке все чаще и чаще. Денис 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 ТОЯ аплодировала этому исполнителю более 10 минут. А молодые последователи этого направления рок-н-ролл, твисты, буги-буги, ритм-энд-блюзов считают, что творчество Дениса Маржукова – это музыкальная энциклопедия, которую просто неприлично не знать, не читать и не перечитывать постоянно. Вот такая встреча нас ждет с таким замечательным артистом 18 октября на сцене киноконцертного зала «Панорама». Хочу напомнить, что информацию можно уточнить по телефону 300-033. Заходите на наш сайт panoramadefistver.ru и до новых встреч с талантливым, влюбленным в рок-н-ролл Денисом Можуковым. А сейчас я расскажу о том, что можно посмотреть на большом экране о киноновинках в нашей специальной рубрике. Сюжет фильма «Девушки бывают разные» расскажет о трех товарищах, которые решают отдохнуть и для этого отправляются в Мексику. Сразу все было просто прекрасно, но на следующий день ребята просыпаются с сильнейшей головной болью посреди пляжа. Оказывается, вчера друзья умудрились навредить местному криминальному авторитету, и судьба решила сжалиться над молодыми людьми. Они сбежали. Они переодеваются в девушек и принимают участие в женском турнире по серфингу, ведь в случае победы они получат 100 тысяч долларов и возможность покинуть страну. Но все оказалось не так-то просто. Подъем! Простите, пожалуйста, я с этими погонями реально не высыпаюсь, правда. Актерский состав фильма «Девушки бывают разные» состоит сплошь из звезд и весельчаков. Роман Попов, Дмитрий Нагив, Владимир Яглыч, Артем Сучков и многие другие. Поэтому комедия, несомненно, понравится тем, кто не прочь от души посмеяться. Билеты на фильм в киноконцертном зале «Панорама» можно приобрести на сайте panoramadefistver.ru. Все справки по телефону 300 033. Возрастное ограничение картины 16+. На этом программа наша завершается. Но я пошла искать новые интересные события, которые произойдут в нашем с вами городе в ближайшее время. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова